Добрый вечер. Зачем депутатам отпуск? Зачем они должны уезжать, например, из Москвы, набираться здоровья? Понятно, что работа у них чрезвычайно тяжелая, поскольку они занимаются несвойственным интеллектуальным трудом. Посмотрите в лица наших депутатов, особенно тех, которые пришли из большого спорта. Видно, что тяжко им дается этот кусок хлеба. Понятно, что отпуск им необходим. И, конечно, если по какой-то причине они подорвут свое здоровье мощнейшей и несвойственной им интеллектуальной деятельностью, то мы со скорбью отнесемся к этому, но выберем себе других депутатов. Так вот, депутаты в отпуск должны уходить не потому, что они обязаны отдохнуть, а потому что мы должны от них отдохнуть, от их инициатив. Вот когда депутатов нет, хотя бы пару месяцев в Москве, в стране так спокойно живется. Ну, есть, конечно, там какие-то варианты, когда лидер ныряет с парой других лидеров, например, за щукой. Понятно, что перед этим он водил корюшку на нерест, аистов учил летать. Потом поймал, наконец, щуку, которую взвешивал, судя по всему, лично, товарищ Чуров. Ну, вот, собственно, и весь рефрен, все события. Ну, там, в спорт немножечко поиграем, еще что-нибудь там, на рынке побузим. А тут депутаты. Уехали. Отдыхайте, ребята. Дайте стране прийти в себя после ваших инициатив. Так нет же. Пара депутатов все-таки в Москве осталась. Затерялись где-то в толпе. Понятно, что они не могут себе позволить надолго покинуть кормовую базу. В отрыве от нее сложно, не привыкли существовать. Ну, так хоть затаитесь на пару месяцев, дайте вздохнуть-то без вас спокойно. Чего же вы все лезете-то? Нет, вот выпрыгнул один чертик из табакерки. Причем, зашел-то ведь совершенно по другому поводу. Казалось бы, к автомобилям, не имеющим никакого отношения к нашей теме разговора. Ну, там у нас другая депутатша, которая тоже почему-то, видимо, на отпуск не заработала, не уехала. Мы же всей страной на вас скидывались. Мы же вам готовы оплатить в два конца. Летите, голуби, мы даже будем счастливы оплатить вам в один конец. Нет, смотрите-ка, еще одна осталась. Она тут на заборе прочитала какое-то матерное слово и решила, что нужно, наверное, снести заборы по стране. Ну, потому что на них что-то не то пишут. Ну, заодно в качестве забора она интернет увидела и решила, что надо бы там как-то вот редактнуть немножечко образ мышления наших людей. Хотя то, что люди излагают в интернете, это все-таки следствие той жизни, в которой мы живем. Вот просто так не бывает, что выйду на улицу, гляну на село и вдруг начну материться. Эх, красота-то какая. Нет, не так бывает на самом деле. Ну, у депутатшей в голове не сложилось. Понятно, что переутомилась бедняжка, без отпуска осталась. Тут на заборе прочитала, возможно, даже про себя. Возможно, даже безадресно, просто так в общих чертах, но кальнула где-то ее в душе. Собрали в Думе круглый стол, тут этот забежал. На ту беду лиса близехонько бежала, как совершенно по другому поводу было сказано. И вот они сели ограждать детей от забора в интернете, чтобы, не дай бог, дети мата не услышали. И этот депутат, человек весомый, он где-то водоизмещением центнеров полтора. Он сказал, надо бы запретить видеорегистраторы. Но потому что видеорегистраторы вторгаются в личную жизнь. Что такое личная жизнь, что такое вторгаются, он на всякий случай не стал уточнять. Но человек весомый, не отдохнувший. Он, естественно, апеллировал к конституции. Он выкопал 24 статию, часть 1, в которой написано, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. И на этом основании вякнул, что видеорегистратор все-таки это вторжение в ту самую жизнь лица. А фотоаппарат это что? А видеокамера? Вот идешь, например, где-нибудь по охотному ряду, хочешь что-нибудь сфотографировать, ну там какую-нибудь гостиничку типа Москвы или там вид Красной площади, так тебе в объектив обязательно пара личных жизней забежит. Или, например, не дай бог, какое-нибудь депутатское что-нибудь, которое в 72-ую диагональ уже не влазит. Вот оно, практически поругание личной жизни, вторжение, от которого все падают в обморок. Но почему-то видеорегистратор при этом это плохо, причем именно если он в интернете что-то выложил. А когда в интернете появляются какие бы то ни было другие материалы, неважно какого содержания, да ладно, подумаешь, люди на пляже купаются. А официальный государственный телеканал, который выходит в народ и что-то там такое снимает, он на каком основании? Вот это вот, например, толпу людей, избивающую полицейских, снимает. Это с какой стати? А кто разрешил? И вот депутат, понятно, что не отдохнувший, понятно, что не воспользовавшийся нашими деньгами, на наши денежки не съездивший отдохнуть, вякнул, что нужно бы тут что-то как-то ограничить. Причем, чем хороший депутат? Ссылкой на Конституцию он породил сразу конфликт, потому что 24-я статья говорит о том, что нельзя, часть 1, а 24-я статья, часть 2, говорит о том, что обязаны. Обязаны, причем звучит это довольно интересно. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иной не присмотрено законом. Вот представьте себе какое-нибудь уголовное дело, рассматривая МАЕ в связи с дорогой, и в интернете кто-то выкладывает видеорегистратора запись, посвященную как раз этому эпизоду, и тогда статья 24-й, пункт 2-й, напрямую требует от следствия раздобыть этот ролик и притащить его в зубах. О, как интересно! Вот так вот, навалив одну большую кучу инициатив, некий депутат создал конфликт между двумя статьями одной и той же Конституции. Но! У нас прокуратура имеет право возбуждать проверки, а также уголовные дела, без относительно того, есть ли, например, у полиции, например, что-нибудь или нет, просто в порядке надзора. Прокуратура обязана этим заниматься. Сколько у нас в стране уголовных дел возбуждено по Ютубу? Помните избиение детей старшегруппницами в Амурской области в концлагере, ну, в детском доме? Кто по этому поводу хоть какие-то процессуальные действия предпринял? Никто до тех пор, пока прокуратура не увидела в блоге одной из барышень эту самую видеозапись. И вот, например, сейчас наш милиционер, которого убивали, Кудряшов, ведь это же тоже была запись с видеорегистратора, не автомобильного, она была выложена в интернет, и сразу после этого стало понятно, кто жертва, кто обвиняемый. Поехали, поймали, вломили по первое число. Молодцы, правильно сработали. У нас с видеорегистраторов мало кто выкладывает в интернет ролики, посвященные тому, как я езжу по правилам. Ах, посмотрите, как я бабушку пропустил. Нет, видеорегистраторы у нас, как правило, это последний рубеж самообороны, и это предостережение всем остальным, как не надо. И ДТП, выложенные там, и неправильное поведение людей, и нарушение правил дорожного движения, собственно, и составляют 99% того, что видеорегистраторы снимают, и после чего люди это выкладывают. И получается, что вот этот самый депутат, вдруг залезший на забор в порыве борьбы с матом, он в данном случае в открытую выступает за сокрытие улик. Потому как подобные ролики, выложенные в интернете, они дают основания для прокуратуры возбуждения уголовного дела, либо проведения проверок, по разным поводам, в том числе по автомобильным и в том числе по дорожным. И когда кто-то говорит о том, что это не должно быть в открытом доступе, значит, косвенно он ратует за то, чтобы никто ничего не знал, никто ничего не видел, и за сокрытие материалов, в том числе уголовного дела. Молодец, депутатишка! Светильник разума! Хоть бы ты угас, унялся бы на какое-то время, съездил бы отдохнуть бы на пару месяцев, оставил бы страну без своей заботы. Нет, не получается. При всем при том, депутат-то полез куда? Он на YouTube полез, а у него расширение какое? Точка ком? Это ты куда? В Америку, родимый? А у тебя кишка не тонка, несмотря на то, что понятно, что даже у тебя толстая кишка, довольно толстая кишка. И тем не менее, ты куда полез-то? В чужое правовое пространство? Регулировать и что-то там запрещать? Ты сначала заборы запрети в нашей стране, на которых в том числе для грамотных детей пишут очень неприятные слова. И если уже бороться за детскую нравственность, так может быть, все-таки заняться как-нибудь этим вопросом не на оконечном пункте, когда уже все поздно, а где-нибудь в начале, как у Жванецкого. Может, что, в консерватории подправить? И вот чем, собственно, обусловлена нынешняя жизнь палаты номер 6? Ну, во-первых, Нижняя палата состязается в основном с Верхней палатой в том, кто из них подлее. Закон подлецов вырвал лавр первенства у Нижней палаты в пользу Верхней, потому что Верхней 100% подписали закон подлецов, даже покойники и заболевшие. Помните, отдельно было подчеркнуто, что мы тут со смертного адра отколупали парочку депутатов, и они, сенаторов, соответственно, и они тоже кивнули голову и сказали, да, мы за закон подлецов. А в Нижней палате не 100% подлецов оказалось, там оказалось несколько приличных людей, которые не подписали этот закон. А почему в целом идет такой постоянный натиск на автомобилистов и попытка что-нибудь запретить? Потому что вот эти самозванцы, которые сидят в палате номер 6, которых мы не выбирали, они больше не допущены ни к чему. Вспомните Ельцинскую, например, депутатскую группу, вот всех тех людей, которые попали в депутаты. Они занимались политикой, они пытались что-то реформировать в государстве. А эти куда они лезут? В ЖКХ лезут? Нет. В оборону лезут? Нет. В экономику лезут? Кишка-то, анкомозгов не хватает. Не наотдыхались еще. А кто остается? Автомобилисты, дети. Давайте вот тут вот за кончиков напишем. Ребят, съездите, отдохните, наконец. Перерыв на новости. Ну, тут тайком от депутатской заботы займемся чем-нибудь насущным, не таким страшным, как и их инициативы. По запрету всего, всем и навсегда. 65, 10, 9, 9 и 6. Ну, потихонечку начинаем общаться. Андрей, вы у нас первый. Здравствуйте. Алло. 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 Андрей, здравствуйте. Я вас слушаю. Да, добрый день. Здрасте. Вы часто говорите про то, что существуют автомобили на одной платформе, но в разных ценовых сегментах. У меня вопрос такой. Что для меня, как для потребителя, для водителя определяет вот эта самая платформа? Для вас ничего. Для вас только ценник. Вам какая разница, из чего это сделано? Это, знаете, как стиральная машина. Вы же перед тем, как ей пользоваться, не читаете, из какой стали, из какой резины все это собрано. Вы потребитель. Кнопку нажал, она вам постирала. То же самое с автомобилем. А для инженеров это, конечно, очень серьезная задача, потому что платформы бывают по разной совершенно схеме созданные. И иногда платформа это одинаковая длина автомобилей и одинаковое основание днища, когда штампуются просто на одной фабричке, одна и та же деталька. А вот сейчас, например, как у Volkswagen, у них так называемая модульная платформа. Она позволяет и раздвинуть машину по базе. Поэтому уже даже днища общего не получается. Но компонентная база у нее все-таки унифицирована, и можно из одного конструктора Lego создать несколько машин. Для вас, предположим, если вы очень хотите как-то поиграть в это, вы можете пойти и спокойно купить в магазине у официального дилера три совершенно разных автомобиля, созданных на одной и той же платформе. Вы можете купить себе, например, Volkswagen Phaeton. Вы можете купить его же под названием Audi A8. И вы можете купить его же под названием Bentley Continental. Это одна и та же платформа. По большому счету, это одна и та же машина с одним и тем же мотором, но с разным логотипом, разным салоном и разной ценой. Или, например, у того же самого Volkswagen и Skoda, и Skoda Rapid, и Polo Sedan, и даже Seat Toledo. Это один и тот же автомобиль, причем даже не на одной платформе, а вообще один. Вот просто одинаковый. С небольшой перелицовкой внешнего обвеса. Платформа одна, и машины почти одинаковые. Но даже когда берется два просто готовых автомобиля, полностью созданных из одного и того же, как, например, Kia Rio и Solaris, Hyundai Solaris, настройки у них могут оказаться немножко разными. Один может быть чуть поострее по рулю и там внятней по тормозам, другой более вялый по тормозам и там более абстрактный по рулю. Хотя, в принципе, одно и то же. Вообще одно и то же. И там даже не платформа одинаковая, а там машины одинаковые. Отличаются только оптикой и бамперами. То есть степень замороченности в рамках одной и той же платформы у всех разная. Или вот, если вы слышали, например, вчерашний эфир, там мелькнул у нас на излете целого часа разговоров про машины, Jeep Compass. Что такое Jeep Compass? Это платформа девятого лансера. Жил-был девятый лансер, который Mitsubishi. Под него в Японии придумали полный привод. Приподняли его на цыпочки, накрыли другим кузовом, и эта нахлобучка получилась под названием Outlander первого поколения. Мимо пробегали голодные американцы и сказали, о, это что такое? А он говорит, а это у нас Mitsubishi Outlander. Сказали, здорово, платформу дай. Да на. Купили, нахлобучили своим кузовом, получили Jeep Compass. Теперь у меня, и в том числе, может быть, у вас спрашивают, настоящий американский Jeep, не купите ли мне Jeep Compass? Ага, лансер девятого поколения. Да, конечно, купите. Почему, собственно, я не советую его никому? Платформа у них одинаковая. И вот так вот всплытие разных платформ по разным поводам на каждом шагу ждет нас с вами. Хорошо, спасибо. Что-то вы, Андрей, по-моему, от моего изобилия информации слегка погрустнели. Евгений, здравствуйте, Евгений. Добрый день, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Хотел поблагодарить вас за передачу. Раньше слушал вас на другой волне, сейчас сюда перешел вместе с вами. Спасибо, патриотизм. Да, хотел узнать у вас в такой машине ваше мнение. Вот был в Штатах и увидел машину, которая называется Tesla Model S. Шикарная машинка, электромобильчик. Да, потом зашел на сайт, посмотрел. Оказалось, что даже в Москве и в России 2 или 3 экземпляра есть, но, конечно, по цене несопоставимость с Америкой продается. Но вот ваше мнение об этом автомобиле? Блистательная совершенно игрушка для людей, которым айфон уже маловат. Освоили, надоел. Ну, что там айфон? Ну, собственно, полгода с ним поигрался, все, хватит. А тут то же самое, только на колесиках еще и ездит. Называется Tesla. Электромобиль, тупиковая ветвь развития человечества. Не имеет никакой перспективы, но продается, осязаемо. И, как заявляет сама Tesla, они что-то такое нежное шепнули. Ну, видимо, какой-то пароль имени самого Николы Теслы, который умел добывать электричество из воздуха. И поэтому их аппарат имеет совершенно невероятный запас хода. Там по 600, по 800 километров. То есть во всем мире электромобили ползают где-нибудь на 70 километров. Ну, 80 это максимум. Хотя все, конечно, врут про 150-200. А Tesla говорит, да, нам что там, 600 километров. На поводном ветре. Может, Никола Тесла, а не кто-нибудь. Вот такие сказки. То есть очень красивая, никому не нужная модель, не имеющая никакой перспективы. Но ведь завораживающая. Ведь вы же, когда Евгений на нее посмотрели, от изумления аж екнуло. Потому что, ну, совершенно необычная машина. Ну да, она очень большая, такая красивая. Большая, в том-то и дело, красивая. Причем она же сделана, что называется, в американском типоразмере. Потому что в Америку бесполезно приходить и говорить, вы знаете, мы для вас сделали машину будущего. И показать какую-нибудь кракозавру, типа Chevrolet Spark. До сих пор и коты американцев прибирают. Вот это, вот на такой балахе? То есть, вы зачем, собственно, кофемолку-то изобрели? Она у нас на кухне стоит. А здесь Тесла, модель S. Собственно, единственное, первое и последнее. Хотя, в прошлом году на Женеве они уже показали, нет, наверное, даже в этом году, они показали Теслу другую, семиместную. Такой активный наезд на Porsche Cayenne. Ну да, да, да. Такая большая штуковина. Ну, посмотрим, как будут разворачиваться у них события. Там вот соплеменник Karma, например, уже помер, который там же недалеко, такой же большой, красивый, только гибридный автомобиль. Нету его. А вот Тесла пока еще есть. Ну, какое-то время она побудет. Скажите, Евгений, а вы слышали про эту инициативу нашего одного депутата по поводу мата в интернете и запрета выкладывать ролики, поскольку это в частную жизнь торгается. Ну да, читал сегодня. Ну, вы ему мысленно поаплодировали за талант? Ну, я с вами, конечно, полностью согласен, что, во-первых, ну, инициатива-то может быть любая, но реализация ее действительно очень сложно осуществима через YouTube. Это невозможно будет сделать. Ну и потом, видеорегистраторы, это единственное то, что может как-то оправдать человека или, наоборот, защитить его на данный момент. Да, это последний рубеж нашей обороны, потому что наши суды, к сожалению, против нас, наша полиция тем более против нас, и оппоненты на дороге довольно часто борзеют именно в силу того, что они очень хорошо коррумпируют и первое, и второе. А мы с вами остаемся один на один. А тут вот депутат взял, вылез и начал почему-то гадить на нас. Я так и не понял, почему. При том, что вроде шел защищать детей от тех слов, которые они знают даже раньше, чем приходит в детский сад. Ну да. Спасибо вам, Евгений. Как приятно, что вы тоже тянетесь к красоте. Так, Илья, здравствуйте. Евгений. Ой, Сергей, да. Здравствуйте. Очень большое спасибо вам за передачу, очень интересно. Особенно, когда едешь с работы, это прямо хорошо позволяет переключить мозг. Доехать до дома проще становится. Да, однозначно, пробки становятся меньше. По поводу инициативы, которую сегодня вы рассказывали, услышал от вас, но я действительно в шоке. Если у нас уберут еще регистраторы, я просто с этим сталкиваюсь каждый день. У меня с первого связано с страхованием людей, а по транспорту как раз. И регистраторы очень часто, когда они есть у людей, помогают решать спорные ситуации. Если у них и это заберут, то это, ну не знаю, пара в Австралию, наверное, иммигрирует. Знаете, депутатишка-то наш сумчатый, он на самом деле забахнулся пока только на распространение. То есть, в прямую запрет на видеорегистратор ему, пожалуй, пока еще не по рангу. Ну, слава богу. А вот выкладывать в интернет, поскольку это вторжение в частную жизнь, вот это его очень сильно обеспокоило. Причем мне понравилось, как солидарно выступила пресса по этому поводу. Везде, где появилось его широкоформатное лицо, сопровождающее подобную новость, он почему-то в обнимку с какими-то шалавами подзаборными. То есть, депутатишка-то, видать, большой мастер по женскому телу. И, конечно, о нравственности, о вторжении в чужую личную жизнь, уж кому как не ему родить. Ну да. Понятно. Сергей, у меня на самом деле к вам вопрос такой очень серьезный, касательно семейного автотранспорта. У меня недавно случилось счастье, буквально пару недель назад. Стал я молодым отцом. О, это замечательно. Поздравляю. Спасибо. Спать ночью дает или нет? Сокровище. Ну, слава богу, пару ночей, конечно, тут не подавал, но в основном жена пока справляется, благо в роли еды выступает она. Да. Женская доля чудесная, связана с книгой, с песнью. Нам не забыть никогда женскую долю. Песня такая. Поеется на мотив песни «Школьные годы». Ну, это я так, от себя. Понятно. И стал у нас вопрос, когда я сложил нашу универсальную немецкую суперколяску за бешеные деньги, решил засунуть в свой фокус или в жены C-30, то понял, что что-то с автотранспортом, воля C-30, что что-то с автотранспортом надо в семье менять. Потому что одна машина нужна, постоянная, разъездная. У меня за год пробег по 30-40 тысяч. Я в основном один езжу. А когда надо к тёще поехать на дачу на выходных и, собственно, засунуть коляску, детское кресло, ещё потом от тёщи привезти пару мешков с картошкой по не очень хорошей дороге, то как-то ни одна, ни вторая машина у меня под это вообще не подпадает. Это да. И как-то соблазняют меня знакомые на Volkswagen Touran. Очень нравится мне машина, за исключением маленького дорожного просвета. Уже изгладил весь форум по поводу того, чтобы её отлифтовать, но как-то трёмно лезть в заводские настройки Volkswagen. И вот не знаю я, если честно, на что пересесть. Какую взять машину? То есть одна машина должна быть в семье всё-таки небольшая, чтобы не платить огромный налог, не мучиться с парковками в городе, и не платить за неё, не кормить постоянно её бензином. Это которая у вас вот из этих двух небольшая, особенно по налогу. Это у вас Volvo дешёвая по налогу? Нет, у меня Focus 125 лошадей, он как раз дешёвый по налогу, а вот Volvo C30, она там у жены роскошный двигатель, 2,4 литра, и она там на нём чувствует себя хорошо. Там ещё старый двигатель, который из 170 лошадей. Ага, пятигоршковый который. Да, машинка как раз поменьше, а вот, собственно, всего от неё побольше. Да, затрат. Да, её-то как раз надо менять первую, эту C30 скидывать. То есть вам нужно купить, на самом деле, либо кроссовер, либо универсал, либо минивэн. Вэнов много. И есть, например, фордовская линейка, и сейчас придёт Ford B-Max на наш рынок. Либо вы уходите к кроссоверам, но у них небольшие багажники. Если у вас есть ещё время, после новостей мы прервёмся, продолжим разговор с вами. Продолжаем выбор автомобиля для семьи с пополнением. Вы ещё с нами на связи, насколько я понимаю. Да, я здесь. Да. Получается, что у вас не влазит ни памперс, ни коляска. Коляска у вас полный монстр, потому что эту хрень вы купили, ну, потому что вам её активно предлагали как безопасную, удобную, три в одном наверняка. Потом стало понятно, что с этой штукой жить невозможно. Нужно просто приезжать в степь, жить в павильоне и ездить на автобусе, чтобы эта коляска хоть куда-то поместилась. Нет, она влезает. Но просто багажник Ford или C-30 сделан так, что коляска создана исключительно для него. И вот она складывается. Она прекрасная немецкая. То есть немцы очень извратились и сделали шикарную вещь. Она входит туда, как полетая, но она против того, чтобы к ней по соседству поместился мешок с картошкой, не знаю, там, баночка, несколько десятков баночек с огурцами. Этот чистенький немчик предпочитает, чтобы картошка была из гипермаркета уже мытая. Вот, да, да. То есть коляски претензий нет. Есть претензии и к машинам. А Ford, вот на Ford точно не готов переходить, потому что раньше я ездил на Opel, была у меня классная машинка Opel Corsa с двигателем 1.2, ну, вот в последнем кузове. Откатал я на ней 160 тысяч, и хоть бы, ну, шикарная машина с роботом, ничего с ней не было. А вот когда пересел в новый Focus 3, я уже полтора года к нему привыкаю, и все как-то, вот он весь такой глянцевый, красивый, но вот... И все равно гад. Да, вот у немцев садишься, и все, да, скучно, но зато все на своем месте, и ты четко знаешь, что все нормального, средненького атакова. А почему вы решили, что ваш Ford не немец? Он как раз немец, в чистом виде. Третий фокус. Да? Ford европейский. Он не имеет никакого отношения к Форду американскому. Он живет, поживает в Германии, собирается он в Германии или в Испании. Ну, вот для нас его делают в Санкт-Петербурге. Это европейская разработка. Это Форд у немцев, он появился там еще до войны, потому что сам Генри Форд был большим сторонником Адольфа Гитлера и имел даже железный крест за то, что он пособник фашизма, после чего его не сильно любили в Америке. Интересно. И, собственно, американцы, когда пришли армии вторжения в 1944 году в Европу, они приехали на Фордах и против них немцы катались тоже на Фордах. Ну, правда, они и на Опелях катались, поскольку Дженерал Моторс свой филиал Опеля открыл там вот непосредственно в Германии в 20-е годы. Поэтому, конечно, половина немецкой армии была на GM-овских машинах, а значительная часть немецкой армии, фашистской армии, была на Фордах. И они блистательно совершенно отваливали и отоваривали американцев, которые были на такой же самой технике. Ну, правда, у них еще были даджи, студебекеры. Вот этой прелести уже у немцев не было. Так что у вас немецкая машина, сделанная по немецким лекалам под Европу, но на душу она не легла. Если вы хотите, чтобы у вас весь скарб поместился, то чем плох любой минивэн? Вот Туран. И Туран в том числе. Ведь он рассчитан на то, чтобы при небольшой длине у вас был большой объем, и вы могли ехать в папахе. То есть эта машина вытянута в высоту, а не в длину. И у нее хорошо сидится, но багажник у нее, мягко говоря, небольшой. Хотя, конечно, за счет проема вы туда можете загружать картошку лопатой. Ну, плюс ко всему, там в Туране, например, я могу вытащить два ненужных сиденья, оставить одно сиденье для ребенка, а два вообще забыть про них. У меня впереди с женой есть два сиденья, у ребенка для кресла есть одно сиденье, а два ненужных я вообще могу выкинуть. И у меня там багажник еще три велосипеда войдет. Да, и ни одного запасного колеса. Потому что у этой машины его нет. Вы же купили... Нет, подождите, в семиместном Туране нет запасного колеса, в пятиместном есть. В пятиместном там докатку, что ли, уже положили? Раньше тоже не было, кстати. Сейчас лежит. До 13-го года лежало. Да, ну замечательно. То есть все-таки как-то ребята работают над ошибками. Потому что когда они к нам только-только пришли, на рынок запаски не было. Какой у Форда, собственно. Но без запаски это не да, не серьезно. Итого. Все-таки, наверное, правильный поиск это универсал. Потому что универсал может оказаться и повыше, либо вы уходите к кроссоверу, либо вы покупаете Туран и все остальное время считаете удары пузом об землю. Потому что он же низкий. Ну а если кроссовер, то тогда чтобы с более-менее нормальным багажником и не заоблачным ценником за все водопроходимость... Не получится. Потому что кроссовер по умолчанию имеет заоблачный ценник за то, что тут же все-таки настоящий полный. Готов взять трехпятилетнюю машину. Абсолютно не чураюсь этого. Да, но это же подлая лотерея. Трехлетнюю машину... Я, благо, имею возможность, обладая большой клиентской базой, взять машину с прозрачной для себя историей. Тогда у вас есть шанс подобрать себе машину. И здесь уже не важно, какая она будет. Важно будет, насколько она емкая по объему, по размеру. И какой у нее остаточный ресурс. Вот техническое состояние. Потому что гадать по поводу марки, например, хотеть там, условно говоря, Mitsubishi Pajero Sport, потому что он большой, в него влазит все. И он очень мало потребляет. И он по налогу тоже достаточно несмертоносный. Это такой самообман, поскольку он может оказаться убитый. И спрашивайте, что о нем мечтать. Вот если мимо пробегает какой-то клиент, сдающий машину, вы знаете, тем более, вы же видите страховую ее историю. Да, конечно. Вы понимаете, что она реально трехлетняя. Вы видите, иметь возможность заглянуть в пробег, сопоставить истину с бумагой. Тогда хватайте любой высоко парящий над землей ящик с большим багажником. И, скорее всего, это будет именно кроссовер. Поскольку Вэн, он обычно все-таки пониже, пожиже. И он не рассчитан на то, чтобы преодолевать нашу действительность. Ну, то есть, это будет, скорее всего, что-то типа Турана. Ой, не Турана, а Тигуана. Может быть Тигуан, но Тигуана маленький багажник. Там коляска встанет, а мешок вам придется класть на крышу. Короче, тот же фокус на 5 сантиметров выше. Да, то есть, он будет выше, но он не будет в этом отношении удобней. Большие багажники, они начинаются у больших машин. А если все-таки провести, доехать в хороший сервис, где сидят рукастые ребята, и машину поставить на проставки, поставить на него более высокую резину. 2 сантиметра на резине, несколько сантиметров на проставках, уже почти те же 5 сантиметров, но только моноприн. Это плохо? Нет, это, во-первых, не получится. Во-вторых, вторжение в подвеску мало кто умеет делать. То есть, берутся-то все. Это то же самое, как ремонт в квартире. Все еще быстро сделаем, да, недорого, хорошо, качество гарантирую. Не бывает так, не получится. А та машина, которую вы только что описали, она называется Citroen Berlingo. Вот она как раз, у нее дорожный просвет 200, у нее все в порядке, и блокировка дифференциала у нее стоит, если очень хочется. Каблучок это, да? Да, и у нее в багажнике можно еще лесгинку плясать. Туда не то, что коляска. А чего-нибудь такого из, значит, Citroen нету? Есть точно такое же, называется Peugeot, только она пониже. Потому что ее вот так не... Фирма Donjel подняла только Citroen над нашей действительностью. На Peugeot Partner TP они почему-то не полезли. Ну, понятно. У нас специфическая страна, у нас специфические задачи. Под нас никто ничего не делает. Либо мы берем в таком случае танк, какой-нибудь там, ленд-крузер 200 и бьемся насмерть. Либо мы берем маленькую машину, но не получится выкружить себе то, чего в нее не заложено. Попытка поставить машину на проставке, она полностью меняет кинематику подвески. Вы теряете нормальную управляемость, вы теряете курсовую устойчивость. При этом, как только у вас где-то произошло какое-то, условно говоря, например, удлинение расстояния в рост ушедшее, тогда вам нужно будет наращивать тормозные шланги. А это уже будет совсем серьезно. И вообще вам... И тут уже вариантов накосячить очень много. Конечно. Потом становится вообще все небезопасно. Естественно. А вам накосячат в любую. Пока будут делать эти самые проставки, поскольку вы первый, больше никто таких задач перед собой не ставил. Потому что тем, кому нужен был полноприводный вен, например, с какой-то зачастной проходимостью, они пошли из дуру, купили себе Dodge Journey. И умерли с ним вместе в обнимку, но они при этом перед смертью успели сказать, что зато у меня машина была при жизни полноприводная. С двигателем V6. И по цене, собственно, она на круг получается приблизительно в те же деньги, которые вы потратите на Turan, приподнятые на цыпочках. Потому что вы его возьмете, а потом начнете заниматься его апгрейдом. А этот апгрейд потом потребует от вас устранения косяков, потом исцеления косяков, а потом устранение исцеления и последствий устранения. И эта борьба не закончится никогда. В общем, одно из двух. Либо должна быть машина с большим багажником, либо маленький багажник, но на 5 сантиметров выше. Насколько-то выше. И кроссоверы в большинстве случаев имеют маленький багажник, а еще есть вариант под названием Universal. И, условно говоря, самый большой из них это Skoda Superb комби, куда помещается и коляска, и теща. Но там нет автомата. Там еще нет, там нету слова, какие автоматы. Там есть и автоматы, там есть и DSG, там есть и полный привод, и монопривод, там есть и мотор 1.8, и 2.0, и там весь технический потенциал Volkswagen к вашим услугам. А уж в Superb помещается вообще все. Сейчас вы про Superb говорите, или про Octavio. Нет, нет, нет. Я говорю про Superb, потому что у Superb длина багажника больше, чем у Octavio. У Octavio он емкий, и современная Octavio подросла, но современную Octavio, к сожалению, делают руками Нижегородского пролетариата. А Нижегородский пролетариат, это, знаете ли, хуже, чем Калужский. То есть в Калугу-то согнали табунами по окрестным деревням крестьян, которые не были запачканы в производстве автомобилей. А в Нижнем Новгороде, там, в пролетариате, живет та самая классическая классовая ненависть, на которую опирал стоящий Ленин. И она еще никуда не делась. То же самое, как в Тольятти. Сколько ни борись с автовазовцами, у них же ничего не получится. Казалось бы, вот Ларгус-то для вас как раз сделали. Я бы не осмелился его предлагать. Я бы не осмелился на него сесть или пересадить жену после Вольво. Конечно, конечно. Ну что вы. Нет, Ларгус это совершенно не про нас. Не дай бог. Тем более, что в целом, ну, машина может быть некрасивая, но она удачно задуманная. Но качество сборки, ну что вы. Там же директор по качеству. Я имею в виду, вот этот Автоваз, там у них все изменилось. И, кстати, вот руководство Автоваза, администрация Автоваза, она на полном серьезе рассказывает, что мы вывели предприятие из Клинча. Опа! Это вы-то вывели? Это вот это то, что вы сейчас творите, это называется мы из Клинча вышли? О, ребят, да вы там еще не были. Вы еще просто не в курсе. И посмотрите универсалы. Универсалы, вот если что, то это уже начинаются большие машины класса D. Это тот же самый, например, Форт Мондео вагон. Тоже неплохой аппарат. И едет неплохо. Или, например, какой-нибудь Ситроен С5. Брейк. Тоже любопытный аппарат. А уж его-то умение вставать на цыпочки, это для гурмана удовольствие. А надежность Ситроена? Последнее, что у Ситроена отвалится, это его система Гидроктив 3+. Вот умение вставать на цыпочки. Потому что они как начали в 1955 году ее совершенствовать. Знаете, обычно ведь... А, она старая такая. А, она 1955 года. Вот они ее не сильно меняя, доводят до ума. За последние 60 лет они довели ее до ума. Просто, самое главное, у Ситроена ни в коем случае, вообще у концерна ПСА, то есть у Пежо, у Ситроенов, не попасться на мотор 1.6 с турбиной, который есть, в том числе у Ц5, и у него 150 лошадей в форсировке. Мама родная. Вы посмотрите, сколько у вас по страховой статистике неприятностей вокруг этого мотора. Там тоже это красные линии. Но, все-таки советую вам универсалы. Потому что машины какого-то другого типа размера и автобусы в том числе, это не то. Это не совсем правильно. И после легковушки это довольно сложно быть водителем автобуса. А универсал это нормально. И он все-таки оставляет у вас легковые навыки. Вы с этим хорошо едете. И у вас получается при всем при том не тот самый колоссальный объем, когда вы, например, зимой пытаетесь прогреть салон. Потому что он в автобусе больше. В универсале он меньше. В универсале полку загородили. Картошка там осталась вместе с коляской разбираться, кто из них старший в стае. А сам по себе объем салона прогревается довольно быстро. Потому что уходить к двухмиллионным кроссоверам это неправильно. Хотя бы в силу того, что предлагаемое нам на нашем рынке за два миллиона никогда не стоит этих денег. Это как раз там процентов сорок наценки. Жадность дилерская. А универсал это хорошо. К сожалению, самый грандиозный универсал на нашем рынке Opel Vectra C Caravan он уже только по секонд-хенду. Но если вы его найдете, это будет самое правильное. Перерыв на новости. Некто Джеймс пишет. Боюсь за депутатов. Как бы и вправду не приняли закон о запрете регистраторов. Ведь спокойно могут провести пример Великобритании или Австрии, где до этого года регистраторы были разрешены только вкупе со специальными наклейками. Я лично четыре месяца в Австрии ездил с огромной наклейкой на заднем стекле и все равно полиция тормозила. А с этого года регистраторы полностью запрещены. Глупо, да, но страшно за Россию. В Австрии теперь за использование автомобильного видеорегистратора первый штраф в 10 тысяч евро за повтор 25 тысяч евро. 65, 10, 9, 9, 6 это уже не сумма штрафа, это мой телефон рабочий. Звоните. Антон, здравствуйте. Сергей, добрый день. Здрасте. Спасибо большое за вашу передачу. Очень долго уже вас слушаю на протяжении полутора лет. Особенно через телефон последний час. Да. Ну и ничего страшного. Для меня это не смертельно. Спасибо. Сергей, можно сначала вам вопрос насчет дилеров? Давайте. А потом про машину. Вот слушаю вас и говорите о том, что скоро такая наглая улыбка с жирного лица, мягко говоря, дилера скоро сойдет и мы будем покупать машины немного по другим ценам. Я верю в это. Я хотел бы надеяться, что так и произойдет, потому что кризис уже у них суровый. Но первыми дохнут обычно в среднем ценовом диапазоне. Посмотрите, как у нас Круз наконец-то подешевел. Уже начинают кричать, что он с 400 с хвостом начинается. Ятно. Спасибо. Сейчас французы подгибаются Peugeot Citroen, а Mercedes наоборот. Он все становится шире и шире в лице. Я понял вас. И про машину. Вот я рассматриваю машину до 2 миллионов кроссовера. Смотрю на Freelander 2, но у меня вот по этой машине вот три вопроса буквально. Смотрю дизель 2,2 Citroen, который. Хочу спросить, насколько он надежный и вообще, насколько хороший мотор. Мотор настолько хорош, что на нем ездит половина Ford и весь Jaguar Lind Rover. Это совместная разработка Ford и PSA. Это один из лучших дизелей в Европе. И он надежен. Он надежен. Я понял. Значит, вопрос второй. Стоит ли сейчас брать эту машину, потому что она выпускается уже довольно давно и может быть такое, что если я ее сейчас куплю, там, скажем, через год или полтора-два, она поменяется и будет очень обидно. А скорее всего, так и произойдет, потому что они следующий Freel уже постоянно на него намекают. Они только не очень знают, какой он у них будет. И вполне возможно, что в будущем году они заявят какой-нибудь концептик такой предсерийный, а потом уже наконец-то скажут, о, все, пора. Но посмотрите ведь, как они поступают. Вот, например, третий, четвертый Discovery. Это одна и та же машина. Это вранье никакое, не четвертый. Это полчетвертого. И вполне возможно, что Freel будет тем же самым, просто они ему там чуть-чуть еще чего-нибудь доделают. Хотя, конечно, автомобиль уже два рестайлинга пережил, это уже перебор. Ну, не на все у них хватает денег. Они вон и вогом побаловались, и выдохнули, сделали паузу. Но вы правы. Скоро поменяем. И можно еще последний вопрос по этой машинке? Они ее позиционируют как именно внедорожник. Можно ли ее таково считать? Потому что, принципиально, не покупая Volvo XC90, XC60, потому что это, грубо говоря, легковая машина, хочу что-то за 2 миллиона интересное, не японское, но более-менее проходимое. Знаю, что вы как-то говорили на Mercedes GLK, но мне нравится жене, поэтому переключился на Freel Enter. Может, что-то посоветуйте? Если он не такой. Знаете как, ну, Freel, он, конечно, дееспособный, но это кроссовер. Это ни в коем случае ни разу не внедорожник. И если вы талантливый мастер по преодолению препятствий, под вашей опытной рукой эта машина будет покорителем бездорожья. Если вы просто водитель, который просто купил полноприводную машину, то вы купили автомобиль повышенной проходимости. Ни в коем случае не внедорожник. ГЛК в этом отношении тоже не самый блистательный мастер. Он тем более по дорожному просвету пониже, но у него настройка получше. То есть он умеет имитировать блокировки, но в довольно широком пределе. А вообще-то ваши 2 миллиона, они ведь вам открывают возможность купить в том числе и внедорожник уже, но вы не хотите японца и не хотите Я не хочу японца принципиально. Ездил на Авентис и купил той зимой вот Шкоду. Сам с Дальнего Востока всегда мечтал о японцах и думал, что всю жизнь буду ездить, большая разница, хоть и Toyota Avensis в пользу Шкоды, естественно. Поэтому сейчас хочу все что угодно, но не японцы. Это, конечно, знаете, отступничество, которое вы только что масштабно заявили на половину страны, очень симпатоматично. После того, как в зоне правого руля вы прошли воспитание, получили первичные навыки, а теперь говорите, что Шкода лучше, представляете, сколько мокрых тряпок полетело бы в вас с Дальнего Востока сейчас? Да нет, наоборот. У меня приезжал недавно друг, сидели дома немного, выпили, он не пьет, втроем были. Он нас повез, он был трезвый на моей Шкоде. У меня 1.8 турбо на простом автомате. Он меня спросил сначала, что это за машина, и она очень хорошо ездит, он подметил. Правильно, правильно. Истины начинают проникать в сознание. Скажите, Антон, почему вы мимо Туарега прошли? Ну, потому что у меня отец брал зимой Туарега, я знаю, сколько он стоит с двигателем, который я хочу, это 3-х литров, 245 сильные, с пакетом, который вы всем говорите. Да. Советуйте. Ну, он стоит больше, намного. Он стоит 2,650 и выше. Ну, да, он, к сожалению, стоит реальных уже денег, но эта машина, она универсальна. Она и по бездорожью, и по дорогам, и по трассе, и по городу, и во двор, и даже там, где не чистят снег. А тем более на хорошей резине. Вот вы пока сейчас вокруг ходите компромиссных предложений, то ли взять машину, которая устареет через полгода после покупки, то ли то, что не нравится, и получается, что вы сами себе понаставили ограничений, при всем при том, что где-то умом понимаете, машина-то неплохая, но тот же самый тварек. Либо, либо какой-нибудь Audi Q3, например, или Q5. Нет? Антон, по-моему, у нас с вами прервалась наша безнадежная связь. Да, ну, так иногда бывает. 2 миллиона это входной билет в диапазон невероятного предложения. Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Сергей, очень спасибо вам большое за эфиры, интересно. Автомобиль Lexus LS, четвертое поколение, это вот 2006-2012 год. Так. Хочу себе, ну, лонг не рассматриваю, хочу себе обычный, ну, гибрид вот меня как-то пугает. Что вот вы по этому поводу скажете? Да гибрид, кстати, у них неплохой, у них же электрическая часть довольно надежно отработана. А вы машину выбираете почему? Потому что вы любите Lexus, потому что... Мощный седан, да, японец, японка, езжу в отличие от предыдущего, звоню, что японцы не нравятся. А тогда, собственно, зачем вам, Александр, чьи бы то ни было советы? Вот вам понравилась машина, вы видите, что она красивая, вам она подходит, вам не все нравится, вам нужен совет для чего? Для того, чтобы... гибрид или не гибрид, вот. Без разницы, потому что гибрид у них очень добротно сделан, и вероятность того, что там будут какие-то косяки, ну, 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 совсем вряд ли, потому что, вот, например, у меня под наблюдением есть пришедший с 90-тысячным пробегом из Франции Prius, так и то по нашим соленым зимам у него по электрике никаких вопросов не возникает. И вы... Я понял, там гибрид полноприводный же, да, идет автомобиль, там не будет такого, как в современных Rx, когда электромоторы только на одну ось, а бензин, бензин двигатель на другую ось, и там после пары нажатий на педаль газа батарейки поджидыхают, и оно становится только переднеприводным. Такого в LSE не будет. Вы знаете, там будет нечто похожее, потому что, естественно, у него электрическая часть, она не делает машину электромобилем, она позволяет вам в ограниченных пределах наслаждаться тишиной, но когда вам нужно, чтобы она ехала во весь опор, она становится резко бензиновой, и, естественно, чуда не произойдет. А бензиновый, но полноприводный она становится, так же таки, или заднеприводный. Изучайте, знаете как, это вопрос к Леониду Голованову, который заменил меня на другой радиостанции, он обожает с агрегарифмической линейкой лазить по автомобилям. Вот он вам ответит более подробно, какая конкретно схема в Lexus LSE, а я, поскольку Lexus за машину, ну, уж простите меня, не считаю вообще, то и параметры того, как реализован у них полный привод, меня ни разу, например, не взволновали. А почему вы за машину не считаете его вообще? Потому что это... На качество, по-моему, очень даже... Я бы цену оттуда выкинул. Качество, да, хорошая Toyota, неплохо оформленная, с определенными зачатками, не то чтобы дизайна, но попытки понять, что это такое. Знаете, как вот ребенок подошел к школе, букварь не открывал, порога не переступал, но, по крайней мере, догадался, что здесь, кажется, чему-то учат и, возможно, читают книжки. И если бы Lexus продавался у нас по тем американским деньгам, которые, ну, более-менее адекватны, да, это было бы любопытно. Поскольку у нас фетишизация японцев, Toyota в частности, и Lexus конкретно, произошла самые разумные психиатрические пределы, то подобный ценник многие для себя оправдывают, а я считаю это, ну, как минимум, цинизмом. Ценовую политику Lexus я считаю циничной. Ценовую политику Toyota я считаю тоже циничной. И поэтому мне просто неинтересно, как именно циники пытаются, что бы то ни было, предложить даже не мне, а вот в данном случае и вам. Поэтому я прохожу мимо. Мощный седан, вот нравится мне мощный седан, вот сейчас VGF из 30-й. Мощный седан... Александр, сколько вам лет? В 30. В 30 лет мощный седан это вполне увлекательно, и возможно, что вы идете правильным путем. мне в 30 лет мощный седан был неинтересен. В моем нынешнем возрасте предпенсионном он неинтересен мне, тем более, потому что у меня другой немножко стиль существования, даже не стиль вождения, а именно существования. Я никогда не реализую мощность автомобиля. Мне достаточно 30 лошадиных сил, чтобы машина сдвинула с места. Мне не нужно 150, мне тем более не нужно 200. И поэтому мощный седан для вас, скорее всего, подразумевает динамику и какое-то такое приоритетное доминирование в потоке, а для меня это никогда не было сферы моих интересов. Поэтому я с огромным наслаждением езжу по сию пору на Deo Matisse, у которого 51 лошадиная сила, и я с легким оттенком непонимания отношусь к Porsche Panamera, поскольку не вижу смысла в этой машине ни с какого боку в принципе. Хотя уж чего-чего, а с мощностью у нее все в порядке. Ну да. Я просто не езжу ни в пробках, ни по бездорожью, ни асфальту, ни в область. Красиво лететь с стрелой на большой хорошей машине, и здесь, конечно, чем она длиннее, тем комфортнее езда, но вот для меня это все равно не приоритет, и на моторе 1.8 в другой большой машине, в которой я тоже довольно много езжу, в том числе и по разным странам, мне вполне хватает 140 лошадиных сил. Хотя групп будь здоров какой, по длине он даже, наверное, больше, чем ваш виртуальный LX, LS. То есть мощность не является для меня точкой отчета вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. А поскольку для вас это важно, и вы выбрали интересную машину, интересную машину нужно взять. До завтра. лошадиных сил, лошадиных сил, вирус, лошадиных сил, лошадиных сил.